Привет, друзья! Меня зовут Егоров Артем, и это продолжение курса программирования на языке Python. Сегодняшняя наша тема – это вложенные списки. И в видео я вам расскажу, что они собой представляют, как их создавать, заполнять и обходить. Для этого давайте перейдем в PyCharm. Здесь создадим новый файлик. Назовем его nested list. Здесь создадим переменную a, которая будет хранить в себе список. Давайте я поставлю здесь две запятые. То есть у нас будет всего три элемента, и каждый элемент у нас тоже будет являться списком. Отсюда возникает такое понятие, как вложенный, то есть список на три списка. Давайте в первом вложенном списке у нас будет храниться число 0, 2, 4, 6. Во второй мы сохраним 1, 5, 9, 13. И в последнем будут лежать 3, 10, 17 и 19. Давайте нажмем Ctrl-Alt-L для форматирования согласно PEP8. И сперва давайте найдем длину нашего списка A. И видим, что она составляет три элемента. То есть каждый такой вложенный элемент будет являться всего лишь одним элементом нашего списка A. И мы видим, что всего таких три. Соответственно, если мы будем обращаться, скажем, ко второму элементу нашего списка, то получим целиком вложенный список, стоящий из тройки, десятки, семнадцати и девятнадцати. Но как вы видите, сам по себе этот элемент, то есть второй, тоже является списком. И, следовательно, его элементы также можно индексировать, то есть обращаться к ним по индексу. И здесь, чтобы обратиться, скажем, к девятнадцати, мы должны взять индекс под номером 3 этого списка. И делается это при помощи двойной индексации. То есть первый указывает на вложенный список. После этого вы вновь открываете квадратные скобки и указываете номер элемента, который вы хотите взять. И вот видим, что мы взяли 19. Давайте потренируемся еще на вот этой шестерке. Она лежит во вложенном списке под номером 0. И по счету она является также третьей. Запускаем. И вот видим результат. Чтобы обратиться вот к этой двойке, мы должны изменить этот индекс на единицу. Запускаем и видим правильный ответ. В данном примере максимальный уровень вложенности у нас равен двойке. Но вложенность может быть и более глубокой. Скажем, например, мы можем в нашем втором элементе, если считать с нуля, создать еще один список. И давайте попробуем обратиться вот к этой пятерке. Для этого мы сперва должны обратиться к нашему вот этому большому списку. Давайте вот это все удалим. И двойку оставим, потому что он стоит под вторым номером. Запускаем. И видим результат. Затем мы должны из этого списка достать вот этот элемент. Он стоит под номером также 2. И внутри него мы берем с вами пятерку. Она стоит под первым номером. Я думаю, этот пример понятен. Давайте я удалю. Верну как было. Также давайте рассмотрим еще один такой пример. Создадим список B, который будет состоять у нас целиком из строк. Это давайте мы удалим. Итак, с виду список B является одномерным, то есть не вложенным. Но мы помним, что каждый символ строки также имеет свой порядковый номер. То есть, например, давайте обратимся к слову world. Он стоит на втором месте в этом списке. Запускаем программу. И видим, что нам это удалось. Но в этой строке world мы также вправе достать любой из символов. Допустим, чтобы взять букву W, мы должны указать во второй скобке индекс 0. Чтобы обратиться к букве D, мы можем указать четвертый индекс или указать минус 1. То есть, тем самым обращаясь к последнему элементу этой строки. То есть, строка внутри списка также является вложенным элементом. Итак, это давайте мы с вами удалим. Потому что нам будут больше интересны списки, состоящие из чисел. И у которых вложенность элементов равна двойке. Такие списки можно назвать матрицами. Или по сути таблицами. И чтобы вы разглядели в этом списке таблицу, давайте я сделаю парочку переносов. То есть, нулевой элемент это будет наша первая строка таблицы. Затем вторая и третья. И давайте с вами научимся обходить все элементы этого списка. Здесь, так же как с обычными списками, у нас существует два варианта обхода. Первый вариант обхода. Это когда мы будем обходить эти элементы по их значениям. То есть, к примеру, смотрите, я обхожу все элементы списка A и поочередно сохраняю их в переменную I. Если я буду вводить эту переменную, мы получим с вами вот такой результат. То есть, у нас будут вводиться целиком вот эти вот элементы нашего списка A. То есть, здесь получается переменная I хранит себе список. Значит, мы вправе обойти элементы этого списка. То есть, заведем другую переменную J и будем обходить ее для списка I. И давайте вводить эту переменную J. И теперь все элементы выводятся в один столбец. На таблицу мало похоже. Здесь давайте отменим перенос. То есть, поставим пробел. Теперь все это опять же в строчку. И чтобы это исправить, мы должны будем с вами сделать перенос. После того, как выведем все элементы вот этого цикла. То есть, обойдем по сути одну строку. А перенос можно сделать пустым принтом. И вот теперь это будет более похоже на нашу табличку. Ну и давайте посмотрим, как это будет происходить в процессе отладки. Итак, видите, в нашей переменной I записался целиком вложенный список. И далее в переменной J мы будем записывать поочередно все элементы этого вложенного списка. То есть, вначале нолик, потом двойка, четверка и шестерка. Затем в I запишется следующий наш вложенный список, стоящий из единицы, пятерки, девятки и тринадцати. И J потом будет поочередно перебирать все эти значения вложенного списка. Но при таком варианте обхода у вас нету ни номера вашего элемента в этом списке. И вы также не можете повлиять на значение. То есть, как-то изменить тот элемент, который хранился в списке. Это легко можно проверить, дописав такую строчку. То есть, J увеличить на 10. Давайте после нашего цикла выведем переменную A. Мы увидим, что здесь все элементы у нас увеличились на 10, но при этом сам список A не изменился. Итак, как я и сказал, это был первый вариант обхода. Второй вариант обхода – это обход по индексам. Для этого обхода давайте сперва представим это в виде таблицы. Каждую строчку мы пронумеруем, начиная с нуля. И столбики также придется нам пронумеровать. И нам с вами нужно обойти элемента вот в таком порядке. То есть, мы обходим слева направо, а потом снизу вверх. То есть, сперва у нас выведется нолик, потом двойка, четверка, шестерка. После этого мы переходим на новую строчку, вводим единичку, пятерку и так далее. При обращении каждому элементу вы должны будете использовать две квадратные скобки. Первая будет указывать на строку, вторая указывает на столбец. То есть, наш нолик лежит под индексом 00, двойка лежит под индексом 01, четверка лежит под индексом 02, шестерка 03. И мы видим, что у всех этих четырех элементов не изменяется номер строки. Если мы будем обходить следующую строку, здесь у нас индекс будет 1,0, здесь 1,1, здесь 1,2 и здесь 1,3. У них также фиксированные строка. И значит, мы по сути при таком обходе фиксируем номер строки и для нее перебираем каждый номер столбца. Когда переберем все столбцы, просто переходим к следующей строке. Значит, при обходе мы используем два вложенных цикла. Первый цикл у нас перебирает строки, а они изменяются в пределах от 0 до 2. То есть, я указываю здесь range 3. И для каждой строки мы перебираем номера столбцов. Они изменяются от 0 до 3. Здесь, чтобы обратиться к элементу, я сперва указываю номер строки, это переменные i, и номер столбца, переменные j. Делаю отмену переноса, а после вывода одной строки я ставлю перенос. Запускаем, и вот видим результат. Но уже при таком варианте обхода мы с вами спокойно можем менять значение элементов. Давайте увеличим на 10 перед выводом. И после цикла также выведем наш список A. Посмотрим, изменился он или нет. И мы видим, что элементы списка изменились. Но при обходе по индексам мы с вами можем идти в другом направлении. К примеру, мы можем двигаться сверху вниз, слева направо. То есть, сперва выведем 0, потом 1, потом 3. И перейдем к следующему столбцу. Потом выведем 2, 5, 10 и так далее. Значит, мы должны будем зафиксировать номер столбца. У них у всех, видите, нулевое значение. То есть, у тройки индекс 2, 0. И перебираем номера строк. После этого переходим к следующему столбцу. Значит, если вы хотите реализовать такой вариант обхода, вы должны просто-напросто поменять циклы местами. То есть, мы фиксируем во внешнем цикле номер столбца. И длиня перебираем все строчки. Давайте уберем лишние строчки. Принта нам тоже с вами не понадобится. Запускаем программу и видим результат. Сперва у нас выводится, получается, первый столбец. Затем второй столбец, третий и четвертый. Мы также можем обходить элементы вот в таком порядке. То есть, идти справа налево и снизу вверх. То есть, вначале выводим 19, потом 17, 10 и 3. После этого переходим к следующей строчке и начинаем такой же обход. Здесь же мы опять же фиксируем номер строки. И обходим все столбцы этой строки. То есть, здесь мы брали элемент 2, 3. Потом 2, 2, 2, 1 и так далее. Значит, мы вновь меняем наши циклы местами. Значит, мы фиксируемся на строке. Но обходить мы должны будем в убывающем порядке. То есть, начинать с двойки до нуля с шагом минус 1. Напоминаю, здесь минус 1 не берется. И в столбцах мы движемся тоже в другом порядке. То есть, 3, минус 1, с шагом минус 1. Давайте запустим и проверим. То есть, вот наша последняя строка в обратном порядке представляет собой вот эти значения. Итак, значит, элементы матрицы вы можете обходить в любом порядке. То есть, выбрать любой угловой элемент, допустим, вот эту тройку, и двигаться в любом направлении. То есть, идти, например, снизу вверх и обходить элементы вот таким образом. Либо двигаться слева направо, а потом снизу вверх. Но самый стандартный вариант обхода, и чаще всего именно таким вариантом вы будете пользоваться, это берете элемент 0,0 и обходите элементы слева направо, а потом сверху вниз. Это если вам нужно обходить по строчкам. Если же вам нужно обходить по столбцам, вы опять же берете этот элемент и двигаетесь вот в таком порядке. Где это нам может пригодиться? Допустим, нам нужно с вами посчитать сумму каждой строки и каждого столбца. Давайте начнем со строк. Здесь, значит, мы обходим все строки, начиная с нулевой. Здесь обходим все столбцы. Эта строчка нам не понадобится. Итак, у нас сумма должна находиться в каждой строке отдельно и независимо от другой строки. Значит, лучше всего создать переменную сумму перед обходом строки и здесь к ней прибавлять наш элемент. То есть a с индексом i, j. И после того, как вы найдете сумму, соответственно, вывести это значение. Заметьте, каждый раз сумма будет обнуляться перед тем, как мы будем обходить элементы каждой строки. Вот такая простенькая программка. Давайте запустим и увидим результат. Так, получаем 12, 28, 49. 2 плюс 4, 6. Здесь 12, да. Здесь 9 и 1, 10. 5 плюс 13, 18. И 28. Ну а чтобы найти сумму по столбцам, вы меняете два этих цикла местами. И все, больше ничего менять здесь не нужно. Запускаем программу. И видим уже 4 результаты. Первая сумма – это 0, 1, 3, 4. 2 плюс 5 плюс 10 и так далее. Теперь давайте поговорим, как можно заполнить наш вложенный список. Для этого нам понадобятся две перемены. n будет обозначать количество строк. Перемена m, соответственно, количество столбцов. Первый вариант. Если вам необходимо заполнить список каким-то конкретным значением, допустим, нулями. Для этого вы обходите цикл n раз, то есть сколько у вас строк. И в наш список будем добавлять список из одного нуля, продублированного m раз. То есть сколько у нас столбцов, столько раз. И умножаем этот нолик. После этого давайте циклом for пробежимся по списку a и выведем его элементы. То есть обойдем только внутренние списки. Итак, пусть у нас будет три строки, пять элементов. Вот получается значение. Соответственно, вместо нуля вы можете поставить любую другую цифру. И это также будет работать. Давайте, например, у нас будет пять строк и два столбца. Вот получаем такой результат. Если же вы хотите заполнить вашу таблицу значениями, которые вводятся из клавиатуры, то необходимо делать по-другому. Нужно создать промежуточный список b. Здесь повторить цикл в зависимости от того, сколько у вас столбцов. И в b будете добавлять то, что вводите из клавиатуры. После того, как ваш список b накопится, значит, после этого цикла мы в а кладем этот накопленный список b. После этого пробегаемся по всем элементам а и выводим. Итак, пусть у нас будет с вами две строки и три столбца. В первом будет 17, в втором 28, 36. Это наша первая строка. Ну, а второй пусть будет 3, 2, 1. Вот получаем такой ответ. В дальнейшем мы изучим с вами генераторы списков и функцию map. Они нам позволят более компактно записать вот этого списка. Но пока мы делаем так. Итак, что касается таблиц. Очень часто вы будете сталкиваться с квадратными таблицами. То есть размерность их будет n на n. Давайте рассмотрим пример такой таблицы. Ее размерность 3 на 3. Значит, у нас имеется три строки. Их нумерация от 0 до 2. И столбцов у нас такое же количество. В этой таблице имеется главная диагональ. Элементы, которые лежат на ней, это 0, 0, 1, 1 и 2, 2. Следовательно, у них номер строки, то есть i, равен номеру столбца, j. И эта главная диагональ делит эту матрицу на два треугольника. Первый треугольник, это элементы, которые лежат здесь, выше главной диагонали и, соответственно, ниже главной диагонали. Давайте разберем вот это значение. Адрес этой ячейки 0, 1. Вот у этой ячейки адрес 1, 2. И мы с вами видим, что номер строки у всех этих элементов меньше, чем номер столбца. А следовательно, у элементов, которые лежат ниже главной диагонали, номер строки будет больше номера столбца. Вот такое соотношение вам необходимо знать. И давайте заполним нашу матрицу таким образом. На главной диагонали у нас будут лежать десятки. Под главной диагональю у нас будут лежать тройки. А высшей главной диагонали у нас будут лежать пятерки. Давайте для этого сперва нашу матрицу заполним нулями. И проверим правильное заполнение. Вот получаем таблицу 4х4. Значит, чтобы изменить значение, лежащее в этой таблице, мы должны будем обходить по индексам. То есть обходим все наши строчки, их n штук. Внутри для переменной j мы обходим также все наши столбцы, их тоже n. Давайте вот эту строчку я удалю. Здесь проверяем. Если наш элемент лежит на главной диагонали, то есть номер строки равен номеру столбца, мы договорились, что в этот элемент записываем значение 10. Иначе, если номер строки будет больше главной диагонали, мы в этот элемент кладем значение 3. То есть он лежит под главной диагонали. И во всех остальных случаях этот элемент, мы договорились, у нас будет равен пятерке. И здесь выводим вновь наш список. Итак, запускаем. Ведем 4 и получаем ответ. Итак, в этой программе у нас есть цикл для заполнения нашей таблицы, затем цикл для обработки и цикл для вывода. Давайте вновь запустим. Ведем, например, 5 элементов и получим аналогичный результат. На этом наше сегодняшнее занятие по вложенным спискам подошло к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, я жду и в комментариях. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!